После столь длительного лирического отступления продолжу, сказав, наконец, нечто очевидное о самой миссии этой книги, допустимо ли прикасаться к проблеме денег и самостоятельных бизнес-усилий, без какой-то общечеловеческой нравственной огранки, без определения вешек моральности родных украинских весей, без которых невозможно вообще говорить о сегодняшних, а больше завтрашних бизнес-потугах у себя на родине, в Украине. Ну вот вроде бы и продекларировал нечто на грани поэтической метафоры. Но именно так, на грани метафор, как народных, так и чисто литературных, нас прежде учили воспринимать окрестную нашу жизнь. Правда, в некой горькой тоталитарной огранке, которая так больно через несколько поколений прошлась по нашим человеческим душам без политических и бизнесовых прав и свобод, о которых сегодня чаще всего и приходится говорить, как в чисто творческих, так и бизнес-мирах. Хотя лично я полагаю, что и вдумчивым политикам этот разговор интересен. Не скрою, что сегодня Украине очень остро нужны и светлые лирики, и некие иные тонкие души, но эта книга ориентирована не только и не столько на них, сколько на тех, кто желает в итоге что-нибудь реально предпринять как для себя, так и для заскорузлого окрестного человечества, со всеми теми измами, которые нагородило в нем непростое прежнее время. О расхожую фразу, о времена, о нравы, говорили на нашей планете вечно. Но дальше делали все, чтобы как можно дальше оторваться от всепоглощающей любые человеческие усилия безобразной бездонной бездны нищенской бездуховности. Вот почему желательно и сегодня, чтобы все те, кто отправился в путь поисков и свершений материальных, прежде точно огранил и направил себя духовно. И тогда свершится желаемое, и дорогу осилит идущий, ведомый теми разумными духовными силами, которые всегда, как некий гипотетический рояль в кустах, непременно будут обретаться рядом в качестве действенной актуальной поддержки. У самого меня достаточный жизненный опыт. И вот что я готов от себя посоветовать, каждому следует как можно скорее задуматься, что позволит себя, пометуя, что жизнь никогда не даст вам сыграть с нею в подавки. Так что именно на этом векторе приложения должных усилий пожелаю непосредственно самим, самостоятельно поискать весомый допустимый ответ. Хотя в ответ, где-то за спиной сам я непременно услышу, мол, а что такого важного сказал этот чел, а ведь это особенно важно. В пору, когда разрушалась советская школа украинской педагогики, многие уставшие от перемен и материально безысходности учителя-предметники, биологи, филологи, физики, химики уходили линейными исполнителями во всяческие бизнес-структуры. А дальше происходило вот что, те, кто как и прежде в школьной педагогике, не умел слушать и слышать партнера, коллегу, оппонента, так и оставались, и вот уже почти три десятилетия все еще остаются на третьих ролях, и прежде других, в наши кризисные времена теряют не только работу, но и собственно себя. И порой уже безвозвратно. Так что конкретно под этим речением чаисты виртуально приотачьте текст своих пожеланий и проблем, и они будут услышаны. Вами же, ведь порой легче напрямую поговорить не с автором бестселлера, а с собой и получить шанс на ответность, чем просто перегрызать всю очередную книжную ижицу от корки до попки, так и не находя в том для себя особого толку. Ведь, по сути, эта книга является особым инструментом, с которым легче перейти в мир бизнес-рынков и бизнес-сервисов в том же творческом мире. Правда, я не стану напрямую обещать вам чистую франшизу своего интеллекта. Это будет нечестно. Нынешняя молодежь куда более интеллектуальна, чем наше поколение. А вот в области обретения духовной оснастки ваших творческих парусов буду непременно рад оказать должную пользу. Молодые же творцы стремятся достичь, прежде всего, внешнего эффекта. И это неудивительно. Все таинства мира хранятся у них на поверхности вещей, на срывных ярких поступках, на своем в них эмоциональном раскрытии. Они и в онлайне, и в интернет максимально стремятся сделать себя сами.